Из отечественной истории известно, что большинство придворных лекарей, лечивших российских государей, были иностранцами и закончили свою жизнь трагически. Лечить царей дело опасное. С приходом советской власти ситуация не изменилась. Не прошло и суток после того, как Владимир Бехтерев поставил Иосифу Сталину неутешительный диагноз – паранойя, как выдающийся ученый загадочным образом скончался. В декабре 1927 года в Москве проходил съезд психиатров и невропатологов. На нем одним из докладчиков был заявлен директор Института по изучению мозга и психической деятельности, выдающийся отечественный ученый Владимир Бехтерев. Однако едва медик прибыл в столицу, как его неожиданно вызвали в Кремль. Известный невропатолог должен был проконсультировать Иосифа Сталина относительно его волнений по поводу сохнущей руки. В этом вызове не было ничего неожиданного, поскольку Бехтерев являлся ученым, признанным во всем мире. В одной из своих работ он отмечал, что с помощью внушения и гипноза можно успешно лечить сухоруких, расслабленных и мнимоумерших. Несмотря на то, что до революции Бехтерев был тайным советником, генерал-майером медицинской службы армии Российской империи, начальником Императорской военно-медицинской академии, после прихода к власти большевиков его не тронули, позволив продолжать научную деятельность. Доверие к ученому было настолько высоко, что Владимира Михайловича, к мнению которого прежде прислушивался Николай II, несколько раз приглашали в горки к умирающему Владимиру Ленину. Сложно сказать, как на самом деле в тот судьбоносный декабрьский день проходила консультация у Сталина, поскольку общались они один на один. Тем не менее, как утверждает народная молва, когда Бехтерев выходил из кабинета вождя, до присутствующих в приемной донеслось слово «паранойя». Очевидно, во время консультации по невропатологии собеседники плавно перешли на тему психиатрии и отличавшейся редкой. Особенностью говорить правду в глаза Владимир Бехтерев поставил Сталину неутешительный диагноз, подтвержденный временем. Разумеется, оставлять в живых ученого, способного разгласить свои выводы относительно здоровья набиравшего политическую силу Сталина, было нельзя. Опасения вождя не были напрасными. Когда Бехтерев с опозданием приехал на съезд, то в качестве оправдания он опромечиво заявил, что смотрел одного, сухорукового параноика. Эти слова оказались роковыми для ученого. Спустя всего сутки после визита к Сталину ученый, отличавшийся крепким здоровьем, неожиданно заболел и умер. По официальной версии произошедшего, накануне визита в Большой театр Бехтерев отравился, предположительно, несвежими бутербродами. Согласно официальной заметке в газете, Владимир Бехтерев, вернувшись из театра вечером 23 декабря 1927 года, почувствовал себя плохо. На другой день к нему вызвали профессора Бутурмина, который констатировал желудочные заболевания. Примечательно, что ближайшим коллегой Бутурмина оказался врач с КВКП Пагасьянц. Именно во время принудительной операции с его участием по удалению язвы Михаилу Фрунзе последний скончался, при загадочных обстоятельствах. Позднее странным образом оставил этот свет наркома Александр Цурупа, чье лечение доверили уже Бутурмину. Возвращаясь к подозрительной смерти Бехтерева, добавим, что достаточно непрофессионально выглядит поставленный Бутурмином диагноз – просто желудочное заболевание, без конкретизации. Что это было? Гастрит, язва, колики, отравление. Учитывая быструю смерть ученого, можно предположить, что имело место отравление ядом. Интересно, что собранный консилиум кремлевских врачей однозначно постановил предать тело ученого кремации. После данной процедуры доказать отравление ядом уже невозможно. Сделано это было вопреки желанию семьи ученого, члены которой впоследствии были репрессированы.